Основа ислама Основа ислама это мир, безопасность. Безопасность в первую очередь жизни, религии, веры, безопасность имущества, безопасность новых поколений. Почему? Потому что ислам обеспечивает в своей сути вообще безопасность. Сегодня мы оказались в такой ситуации, это действительно, наверное, в истории мы проходили это уже третий раз, 2005-2010 год. И я здесь вижу молодежь, которая, возможно, не помнит или не видела, или были маленькие вы еще, когда мы проходили эти события. И вот именно здесь проявляется наша гражданская ответственность, ответственность, вот просто человеческая, да, ответственность, именно она основывается на... Богобоязненности. Если человек, у него есть иман, иманду, то у него в такие ситуации проявляется это в делах его, правильно? Именно в тяжелых ситуациях, в форс-мажорной ситуации, когда мы, каждый из нас, просто по зову сердца, потому что мы хотим обеспечить нашу безопасность, безопасность наших соседей, нашей страны именно, да, когда мы выходим на улицы. Это именно и есть позыв, то, что называется, вложил Господь Бог, Создатель в каждого из нас, независимо от национальности, даже от религии и так далее. Это фитра, фитра, это естественное, да, вот. И я вот просто вот честно скажу, то, что я сейчас вижу эту молодежь перед собой, да, для меня это просто, ну, просто, как сказать, я... У меня, наверное, я не нахожу слов, но мне иногда вот чуть-чуть, ну, я вот сейчас вспоминаю взрослых мужчин, которые дома сидят, да, и в первую очередь, я думаю, что мы в первую очередь работники муфтиятов, казыятов, имамы мечетей, духовенства, да, должны находиться здесь первыми, среди вас, понимаете? Где в социальных сетях мужчина, у него слезы, да, потому что он говорит, где, мол, долор, где имамы мечетей, где наши духовные лидеры, да? И я, честно говоря, я просто взял вот это, собрался и сейчас вот приехал к вам, узнал, где что находится, и сейчас мы по точкам ездили. Не потому что это, просто оправдаться. И мы перед Аллахом отвечаем в первую очередь. Я хочу вас в первую очередь поддержать, раз. Второе, именно сделать вам дуа и сказать слова признательности, благодарения. Мы очень признательны и благодарим вас, потому что вы действительно есть настоящие граждане Кыргызстана, которые чувствуют ответственность перед Всевышним и чувствуют ответственность перед этой страной, перед этим народом нашим. Я просто хочу сказать всего лишь несколько слов, как обращение от имени Муфкията. В такой ситуации мы редко оказываемся, потому что обычная наша жизнь проходит очень спокойно. Она зациклена, мы находимся всегда и долгое время в своей жизни, человек любой, находится в зоне комфорта. То есть что такое зона комфорта? Это в основном текучка, дом, работа, семья. Дом, работа, семья. И возможно среди нас бывают очень простые граждане, которые только думают и живут естественной жизнью. Но когда случаются вот такие ситуации, некоторые граждане, они как скрытый алмаз. Понимаете, как скрытый алмаз, когда он в простедневной зоне комфорта, его никто не обращал внимания. Но именно здесь сегодня, вот в таких ситуациях, в форс-мажорных обстоятельствах, во время испытаний, проявляется именно настоящий иман, настоящая человечность, настоящее понятие справедливости или борьба за справедливость, честность, порядочность, именно небоязнь, да, храбрость. Это проявляется именно в такие минуты. И я хочу просто сказать, то что вот вы вышли, да, вышли, мы делаем за вас не только дуа. Я просто хочу сказать, что в исламе, когда человек, да, выходит из зоны комфорта и попадает в такие вот экстремальные условия, и когда им движет намерение, благое намерение, благое намерение не получения должности, не получения прибыли, не получения, допустим, каких-то материальных вознаграждений, а просто он выходит на улицу, соединяется в группы, приходит, тратит свое время, когда вы могли сидеть дома за телевизором, тратит свою, может, энергию, свою молодость, минуты, когда вы могли другим делом заняться, когда он идет на риск, понимаете? То есть он жертвует, жертвует чем-то, да, и жертвует ради чего? Ради невидимого, но ради какой-то идеи, духа, да, именно, ради довольства Аллаха, ради безопасности жизни, ради своей страны. То знайте, что Аллах, Субхану Атала, вознаградит вас, вознаградит вас и в этой, и в последующей жизни. Но самое главное, это намерение. Делайте правильные намерения, делать все дела ради довольства Аллаха, именно через служение народу, через обеспечение безопасности соседей. Самое главное в намерении, когда вы делаете намерение перед Богом, это и есть искренность, это и есть настоящая искренность перед Аллахом. Аллах не приемлет двух намерений, когда я, допустим, делаю намерения ради Аллаха и ради себя. И когда я строю мечеть ради Аллаха и одновременно делаю намерения, чтобы стать там депутатом или чтобы меня люди знали. Эта мечеть, эти намерения Аллах не приемлет, ему не нужно это. А именно Аллах приемлет наши чистые намерения ради него, когда мы делаем намерения и выходим именно на путь Аллаха. И сегодня я скажу так. Исправляйте намерения. Делайте намерения ради Бога. Это означает искренность. Это означает в служении народу. Помочь кому-то ради Аллаха, а не ради себя, чтобы тебя знали. Помогаем, когда правой рукой, чтобы левая не знала. Это означает ради Аллаха. То есть именно в том плане я хочу сказать, что Аллах вознаградит вас на этом пути. Потому что вы пришли сюда обеспечивать один из принципов, главных принципов ислама. Это обеспечение безопасности. То, что мы друг друга когда приветствуем, говорим салам алейкум. Это и есть ислам. Ислам тогда, когда вы живете в стране, вы ходите на улицу и не боитесь за своих детей. Не боитесь за свою жизнь. Ислам тогда, когда вы торгуете и вы не боитесь, что вас обвешают. Ислам тогда, когда вы делаете какой-то поступок хороший и делаете это ради Аллаха. То есть это все в целом, в принципе, есть ислам. Сегодня мы в каком положении оказались? Мы сегодня, да, большинство, аль-хамдуля, мусульмане. Традиционно, кыргызча, кыргызы. Правильно? Мечетей действительно много. Аль-хамдуля, слава Господу. Свобода религии. Поклоняемся, молитвы читаем, внешний вид, бороды носим и так далее. Но на улицах нет ислама. Что такое ислам? Это не наличие мусульман. Ислам это когда в стране в своей у тебя есть справедливость. Право на справедливость. Ислам это когда ты выходишь на улицу и не боишься быть ограбленным. Ислам это когда у вас нету среди нас, допустим, много в стране педофилов или других. Правильно? То есть именно вот я думаю, что у нас есть возможность, будущее поколение, изменить эту страну к лучшему. Правильно? Каким образом? Именно намерение, самое главное намерение. Не деритесь за власть, не будьте инструментом чужой политики. Понимаете? Потому что ваши амбиции, вашу молодость и так далее могут использовать разные силы, разные плохие элементы так называемые. Сегодня не секрет, что этой ситуацией, в которой сейчас находится Кыргызстан, могут воспользоваться другие силы, так называемый внешний фактор. Могут сыграть на межнациональных настроениях, на межрегиональном расколе. Специально создавая искусственный раскол, мы никогда не делимся. В исламе нет деления на национальности. Нет деления юг, север, тундук, туштук, джокмандай. В исламе именно все равенства. Лучше перед Аллахом богобоязнены, а не тот, у кого много денег или происхождение. Поэтому вот это вот, это должна быть основой нашей политики в целом в Кыргызстане. Политики, я имею ввиду позиции, да, в целом. Именно общий подход, что мы все граждане Кыргызстана. И вам, чон, рахмат, я вам дуа делаю, я просто приехал поддержать и сделать дуа. То, что мы со стороны муфтиата будем стараться, стараться призывать работать среди населения. Вот, и поэтому... А вы не хотите на следующих политических выборах разрешать агитировать в мечетях не будете? Нет, ни в коем случае. Потому что я так скажу так, смотрите, мы не дадим себя использовать, и в особенности использовать ислам для личных каких-то и других корыстных целей. Потому что у нас, я так, мы такую позицию занимаем. Мы, мол, долор, мечети отделены от политики. Потому что сегодня любой, много подходит людей, которые хотят нас использовать. Наше слово, наше, как говорится, имя и так далее. Мы вне этого, мы для всего Кыргызстана, понимаете? Мы служим Кыргызстану и народу, а не конкретной власти или там группам во власти. Это и есть служение перед Аллахом. Хызмат для народа, хызмат. И я хочу поблагодарить еще и сделать вам дуа. Всем вам. Пусть Аллах вас вознаградит за ваши деяния, за ваши намерения. Исправляйте намерения. Будьте именно сосправедливыми. Старайтесь держаться честности, порядочности. Пусть Аллах даст в наши семьи безопасности, мира. В наш Кыргызстан. Пусть Аллах поддержит народ. И действительно исправит нас. Потому что то, до чего мы упали, не только политически, но и деградировали морально, духовно. Пусть Аллах очистит нас и исправит. И соединит наши сердца. И даст нам безопасности и прямой путь. Аминь. Рахмат. Братья, сестры. Кто здесь собрался. Вот я видел сейчас по дороге очень много. Ребят в холле тоже самое. До этого мы в мэрию заехали. Одна молодежь. Я просто простыми словами хочу сказать, без всякой там худбы и так далее, без архаичных слов. О том, что просто я хотел приехать, поддержать, теплые слова сказать, дува сделать. Разделить с вами вот эту вот, я бы сказал бы, поддержку. Выразить действительно, от души я хочу сказать, то, что вам большой рахмат. Пусть Аллах будет доволен вами всеми о том, что вы, несмотря на молодой возраст даже, среди вас девушки есть, вышли на улицу именно с чувством патриотизма и, самое главное, ответственности. Я просто хочу сказать, что вера ведь, вера, она проявляется не только в словах, она проявляется не во внешнем виде, не в длине бороды, или не только в словах, да? Она в первую очередь проявляется в сердце и в делах, в поступках. Потому что сегодня мы находимся в таком тяжелом, в тяжелом периоде, в тяжелой ситуации испытаний, проходим свои испытания. Именно в эти испытаниях видно сегодня, кто есть кто, кто с кем и у кого какое намерение. Потому что по делам будем видеть их. И я сегодня вижу, что очень много молодежи, которая выходит на улицы именно охранять безопасность, именно выходит с чувством именно долга или ответственности. Это очень важно. Почему? Потому что мы когда... Иногда есть такой пессимизм, да? Что будет завтра? В какой стране мы будем жить? Что будет с Кыргызстаном? Нужно ли, некоторые ставят вопрос, покидать эту страну, у которой нет будущего? Но вот я вижу среди... Вот молодежь сегодняшнюю, да? И могу сказать, что у Кыргызстана может быть будущее. И оно будет. Но это самое главное, самое главное, это надежда. Потому что в исламе запрещается падать духом. Самое главное, надежда. Потому что надежда, это есть часть веры в Бога. В надежде именно мы должны понимать, что мы проходим свое испытание. Но несправедливый, несправедлив не Бог к нам, а мы сами были к себе несправедливы. В плане того, что эта ситуация, которая возникла сейчас, это мы сами. Это наше общество. Это наше падение. Потому что, вы сами понимаете, дальше падать было некуда. Это мораль. Это не только политический кризис острый. В первую очередь, это деградация. Духовная деградация. Деградация всего. И поэтому я еще раз говорю, что вера проявляется в поступках, в отношении друг к другу. Вера это не только, что человек только читает намаз или молится. Вера также, она проявляется в отношении друг к другу, к соседу, к ситуации, к понятию несправедливости или справедливости. В искренности проявляется вера. Если, допустим, мы сегодня видим, что в тяжелой ситуации, да, сегодня страна на грани, можно сказать, больших вызовов. Мы не знаем, к чему это все приведет. Но сегодня мы должны, да, вернуться в правовое русло и так далее. Но я читаю, извиняюсь, читаю в соцсети. И в соцсетях, значит, идет обсуждение, есть информация. Мы же тоже владеем, правильно? И где идут обсуждения и так далее. И самое страшное, обидное, да, то, что страна на грани, можно сказать, без власти и так далее. Но идет дележ портфелей, идет дележ должностей. Но я хочу сказать, что вы именно получите вознаграждение от Аллаха и в этой, и в последующей жизни. В чем это заключается? Потому что все зависит от намерений. Если намерения чистые, потому что вы сюда пришли, жертвуя своим временем, правильно? Правильно, где-то рискуя, многим родители говорили, не ходи, балам, опасно, тем более девочек отпускать, правильно? Но вы пришли. Зачем вы пришли? Здесь дают должности? Здесь вы делите портфели? Или вы здесь делите какие-то здания, бизнес? Нет, здесь нет этого. Сюда вы пришли, потому что у вас была совесть, у вас есть долг. Это говорит о наличии имана. Потому что вам было стыдно сидеть дома. Это тоже стыд, часть имана. И поэтому мы, вот честно говоря, от всей души я благодарен. Аллах Субханава Тааля, что у нас есть определенные молодежь, определенные люди. Это значит, общество еще не погибло. Это мы, значит, можем исправиться еще. У нас есть шанс улучшить, правильно? Все зависит, конечно, от разных факторов. Но самое главное, в будущем даже не будьте инструментами чужой политики. Не будьте инструментами в чужих руках. Делайте то, что вы делаете, с чистыми намерениями и сердцем. По намерению Аллах дает вам. Потому что мы видим, если у кого-то неправильные намерения, низкие чувства, корыстные цели, то это приводит вот к этой ситуации. Это касается всего Кыргызстана. Потому что это было в 2005 году. То же самое мы наступили на грабли в 2010 году. И сейчас нельзя наступать на те же самые грабли. Нельзя, чтобы всех использовали. Понимаете? Обман будет, обещания и так далее. Но вы должны понимать, что вы сегодня находитесь именно на страже государства и государственной целости, безопасности. Потому что я просто хочу сказать так. Мы приветствуем друг друга словами ислама. Какими словами? Каждый день. Салам. Салам алейкум. Это есть слова мира. Пожелание мира. Ислам есть мир. Ислам должен обеспечивать мир и стабильность. Вера. И поэтому здесь вы стоите на страже, можно сказать, обеспечения правопорядка, безопасности. Потому что в исламе запрещается забирать чужое имущество, воровать, убивать, грабить. Это неприкосновенность человеческой жизни, чести и достоинства любого человека. Независимо от нации и даже вероисповедания. И поэтому вы выполняете это, но вы не знаете, как вас вознаградит Господь. И я тоже не знаю. Но вознаграждение будет огромным. Но все зависит от намерений и от поступков, как вы начнете и как вы закончите. Поэтому самое главное, держитесь вместе. Не делитесь по регионам, не делитесь по племенам, не делитесь по политическим различным взглядам и так далее. Мы все единый народ Кыргызстана. Только в единстве мы сила. Только в единстве Аллах испытывает нас, насколько мы будем едины. Разногласия бывают, это нормально. Но никогда нельзя обвинять друг друга. Поднимать руку друг на друга. Оскорблять друг друга и так далее. В Куране Аллах говорит, и держитесь вместе за верфь Аллаха. И не разделяйтесь. Понимаете? Это есть обращение именно. Именно лучшая община, которую я вывел из вас, из людей, та, которая уверовала в Бога, которая призывает к одобряемому и порицает порицаемое, запрещенное. Сегодня вы, находясь здесь, вы являетесь лучшими в плане действий и намерений, пока вы держите эти намерения. То есть призывая к добру, что вас зовет сюда, что вас привело сюда, а именно защита. Чужих прав. Прав вообще. Защита безопасности. Это и есть призыв к одобряемому и порицание, или запрет порицаемого, запрещенного. Амр бельмааруфуанахил аныль мункар. И поэтому я просто скажу, ребята, я просто знаю, я являюсь как бы, ну, преподавателем дипломатической академии МИД Кыргызстана на кафедре международных отношений, доцент. Я просто преподаю разные предметы, касающиеся именно внешних факторов. Просто поймите, что сейчас ситуация в целом, она очень опасная. В плане того, что есть внутренний фактор, то, что сейчас случилось, это мы сами, да? Но есть определенные силы, есть геополитический фактор, который может использовать внутренний фактор, использовать в своих целях, а именно раскачать или разморозить определенные конфликты. Будьте осторожны и всегда выявляйте в своих рядах или везде провокаторов, которые призывают к межнациональной розни, да? Потому что мы проходили 2010 год, июньские события. Мы знаем, что это такое. И те конфликты, которые случались в Чуйской области, которые случались в соседнем Казахстане, понимаете, именно в основном бьют по двум факторам. Два инструмента раскачки ситуации. Межнациональный, межэтнический и религиозный фактор. А именно создание, я бы сказал, различных групп или различных опасных течений, движений, которые могут наносить удары определенные. Поэтому всегда будьте осторожны. Смотрите, пример это Сирия, пример это Ливия. Понимаете? Когда приезжают извне. Вы являйте, будьте всегда именно не просто кто грабит там и так далее, это ваше, да, но всегда даже среди молодежи пресекайте разговоры. Мы единая нация, все граждане Кыргызстана. Аллах создал нас разными, и это его воля. В Коране Аллах говорит, мы создали вас разными племенами и народами для того, чтобы вы узнавали друг друга, но лучше перед Аллахом богобоязненно быть другой национальности, другой культуры, другого языка, другой даже религии на то воле Аллаха. Понимаете? И поэтому всегда имейте это в виду. И я вам очень благодарен, пусть Аллах вознаградит вас. Я прошу, делаю дуа от имени Муфтията. Мы с вами, мы постараемся, уже сказали, и наши, мол, долор, имамы теперь, будут выходить среди народа. Вот. Я хочу сделать дуа. Пусть Аллах Субхану сохранит нашу страну, даст безопасность нашей всей земле, пусть соединит наши сердца на основе уважения, мира. Аллах Ахума, Аллах Ахума, исправь наше общество к лучшему, дай нам прямой путь, прости наши грехи, Господи, дай нам справедливых правителей, честных, порядочных, дай исправиться всему народу, Господи, дай нам мира и мира и стабильности каждой семье, каждому дому в этой стране. Аллах Ахума, благослови нас в хороших людях, благослови нас в хороших сынах и дочерях, и дай нам справедливости и мира, и развития, и безопасности. Аминь. Рахмат. Рахмат. Всего вам, спасибо. Спасибо. Я хочу к вам обратиться словами именно мира, потому что в исламе ас-саламу алейкум есть пожелания в первую очередь мира. Ислам, если он есть по-настоящему, не по форме, а именно в сердце и в делах, он приводит именно к стабильности к миру, к миру, понимаете? Я просто сейчас вот по дороге мы уже три объекта объездили, поехали, да, вот встречался с молодежью именно. И меня поразило, знаете что? То, что на улице, кто вышел обеспечивать этот мир и стабильность, молодежь, и среди них, это в основном возраст, там, 18, 20, 25, до 30 лет, да, среди них есть девушки, которые ночью приехали сюда, да, то есть вышли на улице. Я просто сказал так, обращаясь к молодежи, да, вот я просто сказал, что, что вы сегодня сюда пришли, сегодня сюда пришли, здесь, сейчас, здесь неделя от портфеля, здесь не раздают должности, здесь не раздают деньги, вы просто сюда пришли. Вот это и есть ислам, это и есть иман, потому что иман, проявление имана, вера, это не на языке, когда мы красиво говорим, там, выступаем по телевизору и так далее, нет, иман, вера, настоящая, да, она обязывает, это, в первую очередь, сердце, чистота намерений, искренность перед Аллахом, потому что, если было бы чистые намерения, у некоторых, если бы были чистые мысли, то не было бы то состояние, той ситуации, в которой мы сейчас спустились. Да, аль-хамду-ли-ля, я всегда повторяю и буду повторять как напоминание вам, всем, аль-хамду-ли-ля, у нас свобода вероисповедания, у нас очень много мечетей, аль-хамду-ли-ля, много мусульманской молодежи, мусульман, но в последнее время, последние годы, в Кыргызстане, был кризис не только политический, а в первую очередь моральный, духовный кризис, деградация, потому что наши сестры бросали своих детей и рожали в туалетах. Среди нашего народа мы бросали своих стариков и сдавали детей в дома престарелых. Распространилась педофилия, обман. Среди нашего народа строили мечети на сомнительные деньги. В исламе Аллах не молдо, никто, а Аллах сам применимает ваши намерения и ваши дела по намерению. В исламе запрещается называется ширкуния или ташрикуфиния. То есть, когда ширк Аллаху делают в намерении, в исламе запрещается строить мечеть с намерением строить мечеть и другое намерение для Аллаха и следующее намерение для себя, чтобы стать депутатом или чтобы меня народ узнал. Такая мечеть не нужна Всевышнему. понимаете? Потому что истина это не деньги, это некрасиво бывает. Истина она только одна. И Аллах все равно проводит истину своими словами, даже если это было неприятно, противно преступникам. Понимаете? потому что мы сегодня оказались в очень тяжелой ситуации. Ситуация, когда решается вопрос быть Кыргызом, быть Кыргызстану и его народу всему или нас не будет. Потому что пример это Сирия, это Ливия, другие страны. Здесь сегодня вопрос не только внутреннего характера. Кому власть, кому деньги. Нет. сегодня вопрос намного больше стоит. Вопрос уже большой. Быть или не быть. Потому что мы все знаем, что затягивание вопросов вхождения в правовое поле Кыргызстана, пока делят портфели, это все без власти, это очень опасно. Потому что есть внешний фактор, внешние силы. Мы видим пример в других странах, допустим, что творится в других странах. мы сегодня должны понимать. Я просто скажу, что сегодня мы поражаемся и нам стыдно за некоторых лиц, которые сегодня борются за власть, за политику. Правильно? Просто я хочу сказать так. Аллах поистине вас вознаграждит. Вознаградит именно большим вознаграждением по намерению. Ставьте намерение ради Аллаха. Если какое-то дело вы сейчас делаете, обеспечив безопасность, то вы на пути Аллаха. Как на пути джихада? Потому что именно защита имущества, защита чести достоинства, защита целостности страны, борьба с теми, кто сеет смуту, фитну делает. В Куране Аллах сказал поистине фитна хуже, чем убийство. хуже, убийство. Потому что мы видим, что из-за амбиции некоторых, из-за сиюминутных интересов или личных интересов, из-за мести друг к другу, из-за других этих может пострадать вся страна, весь народ, дети, старики. Потому что мы должны думать о будущем наших детей. Я честно говорю, я, например, да, у меня возникала мысль, что будет завтра с моими детьми, с Кыргызстаном. Я, например, не хочу жить в такой стране, в которой мои дети боятся выходить на улицу. Боюсь, и не хочу жить в такой стране, когда я буду бояться за своих дочерей, допустим. Правильно? Мы просто стоим сегодня большим испытанием. Если мы хотим оставить эту страну, если мы хотим здесь остаться, знайте, что перед Аллахом сейчас каждый, каждый несет большую ответственность. В первую очередь, конечно, это лидеры, это также духовенство все, все имамы мечети. Сегодня я хотел обратиться, и мы обращаемся еще раз, имамы мечети, на нас лежит ответственность в судный день, и как мы будем отвечать перед Аллахом, где мы были в эту минуту. Мы должны выходить среди молодежи, проводить, призывать, разъяснять, не бояться, кто погиб, тот на пути Аллаха. Понимаете? Просто я скажу так, что народ один остался, как и во время пандемии. Поэтому ни в коем случае не бросайте, не опускайте руки. В исламе запрещается именно опускать руки. Самая главная надежда и дуа. Знаете, что Аллах может изменить ситуацию в лучшую сторону, может изменить наш народ, наше общество, но все зависит от нас самих. ИННАЛЛАХ АЛЯЮГАЙРУМА БИКАУМИН ХАТТА ЮГАЙРУМА БИАМФУСИКИМ Аллах не изменит народ и общество, и какие проблемы там, пока общество не начнет изменять само себя. То есть, все в наших руках, и мы не можем списывать это на кого-то, какой-то, кто-то нас заставил, кто-то нам сказал, нет, мы не, у нас есть разум, Аллах Схану Атталу, и поэтому для каждого есть судный день, для каждого есть ад и рай, потому что будет судить за что? За свободу выбора, за решение, за разум, понимаете? И поэтому не будьте инструментом в чужих руках, а именно, сегодня мы вышли на улицу, именно не для того, чтобы разделять имущество или бороться за власть, а просто у вас есть иман, у вас есть долг, долг перед Аллахом, долг за страну, за детей, за своих соседей, просто Аллах сделал фитра каждому человеку в стремлении к справедливости, к безопасности. Я просто скажу открыто, я сюда приехал не ради того, чтобы просто что-то сказать и так далее, можете это, нет, я просто хочу приехать, у меня намерение было, я увидел, как мужчина, кто-то из вас, я не знаю кто, он чуть не плачет и говорит, где, мол, долор? Правильно? Где, мол, долор, где имамы мечети, где такие, почему не поддерживаете? Знаете, я так скажу, мне просто совесть, мне стыдно, стыдно перед Аллахом, стыдно перед вами, потому что, мол, долор должен первыми быть среди народа, правильно? и поэтому мы будем исправлять эту ситуацию и от имени Муфтията хочу принести соболезнования тем жертвам, кто оказался среди погибших, тем даже сотрудникам милиции, простым гражданам, кто пострадал, потому что вы понимаете, какая ситуация, мы одна нация, мы не должны разделяться на юг-север, на такую политическую партию, ты чей, ты откуда, нет, мы все Бен и Адам, люди, сыны Адама, и мы каждый будем нести ответственность за слова, за действия, за намерения теперь, потому что мы близко к Иомату стоим, близко к Иомату, понимаете, все, все испытания, это тяжелые, но они даны с мудростью Аллаха, мы первый раз наступали все на грабли, в 2005 году, в 2010 году, правильно? Теперь не наступайте на те же самые грабли, знайте, что есть силы, которые будут именно подталкивать конфликту, к разделению, юг-север, или по национальному признаку, мы должны помнить июньские события, иожские события, мы должны помнить все эти события и знать, что есть люди, есть манипуляторы, которые будут говорить совсем другие слова, которые будут манипулировать нами, которые есть определенные силы из-за рубежа, допустим, или внешние силы, которые могут использовать эту ситуацию, и поэтому в этом, в этот раз, мы смотрели выступление в Аше, например, там тоже призывают к единству, понимаете, потому что они понимают, они потому что жили с этим, понимаете, они это знают, они через себя это пропустили, и поэтому мы должны быть единым народом, не делиться на нации, не делиться на племена, на роды, в Куране Аллах сказал, что Он создал нас разными, разными племенами и народами, это воля Аллаха, чтобы мы были разными, с разным менталитетом, культурой, диалектами, языками, правильно? но лучше из нас, чтобы мы, Он создал нас, чтобы мы узнавали друг друга, но лучше из нас богобоязнены, понимаете, говорят, нет плохой нации, есть плохие люди, тоже, понимаете, это жизнь учит, и поэтому вот этот важный принцип, что мы разные, но мы едины, разные мнения бывают даже, в одной семье разные, как пять пальцев не бывает, поэтому самое главное вычисляйте, знайте, что сегодня происходит и как, но не будьте орудием в руках чужих, не боритесь за власть, наш пророк Мухаммад, салаллаху алейху асалам, сказал, вы будете стремиться к власти, а потом в судный день сильно сожалеть об этом, потому что власть, это не деньги, это били, это есть проклятие, это есть ответственность перед Аллахом, за каждого человека, каждый начальник будет отвечать, за каждого человека, за каждого обиженного, бедного, понимаете, поэтому здесь, я так пришел, чтобы просто дуа сделать, поддержать морально, да, мы с вами, и просто дуа я хочу сделать, на русском, да, языке, на арабском тоже, Аллаху алейху 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 Господи, поддержи наши стопы, на пути к Тебе, Господи, очисти наши намерения, Ислах Ниятуна, Аллахума. Очисти наши намерения, очисти наши деяния. Дай нам быть в одном ряду, друг к другу, ближе, вместе выдерживать это испытание. Аллахума, дай нашей стране, в каждую семью, в каждый дом мира, стабильности и безопасности. Аллахума, дай нам справедливых правителей, дай нам, Аллахума, справедливых правителей. Реши этот вопрос, Аллахума. Исправ ситуацию в нашей стране, Аллахума. Дай нам все вместе быть одним дяматом, Аллахума. Исправь наши намерения, и прости наши грехи, и дай нам правильное испытание, чтобы мы поняли это и не повторяли больше этих ошибок, и развивались, и дай на нашу землю мира и стабильности. Аминь. Рахмат.